Всем привет! И в этом видео я покажу свой небольшой, но очень вкусный заказ с сайта iHerb. Ну, были также и биологически активные добавки, витамины. И сразу скажу, я заказ делала еще в начале января, но просто долго он до меня ехал. И тогда была новогодняя скидка 15% на все товары. Поэтому я цены вам озвучу со скидками. Ссылки на все товары и мои цены, за которые я эти товары купила, я оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите. Давайте начнем с самого для меня вкусного. Это арахисовое масло с черным шоколадом. Я покупаю его ни первый, ни второй, наверное, даже уже не в третий раз. Да, оно не дешевое, но со скидкой обошлось мне в 393 рубля. Здесь достаточно большой вес, 454 грамма. В наших магазинах я такое масло ни разу не встречала. Мне нравится именно вот арахисовая паста с темным шоколадом. Для меня это очень-очень вкусно. Я могу и просто ложкой из банки такой есть, и намазать на какую-то хрустяшку. И такой банки мне хватает достаточно надолго. Первый раз я решила приобрести вот такой сироп. Тоже, кстати, достаточно большая бутылка. Это сироп для блинов. Здесь 355 миллилитров, и обошлась мне эта бутылка в 340 рублей. Чем меня этот сироп заинтересовал? Это сироп для блинов с нулевой калорийностью. Да, представляете, такое бывает. Он изготовлен с натуральными ароматизаторами кленового сиропа, с натуральным ванильным ароматизатором. Ну, конечно, это не настоящий кленовый сироп, ни в коем случае. Это просто сироп для блинов. Среди ингредиентов очищенная вода, целлюлозная камедь, кленовый ароматизатор, другие натуральные ароматизаторы. Краситель есть карамель, бета-каротин, краситель, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь нулевая калорийность за счет того, что сироп не содержит сахара, а содержит различные подсластители. Я приобрела его для мужа. Я и блины с оладьми-то не очень люблю, а такие сиропы, ну как бы, это вообще совершенно не мое. Но, надеюсь, мужу понравится, и, в общем-то, то, что он низкокалорийный, вернее, вообще не калорийный, это отлично. Поскольку не могу оставить на него свой отзыв, если муж успеет этот сироп открыть и попробовать до выхода видео, я вам обязательно оставлю информацию или в инфобоксе, или в первом прикрепленном сообщении, понравился ему этот сироп или нет. Купила я небольшой пакетик вот таких органических конфет. Я вам сейчас покажу, как выглядит один леденец. Это органические леденцы. Они у нас идут с витамином С вкусы. У меня здесь малина, клубника и вишня. Вообще, они бывают совершенно разными вкусами, с разными вкусами и в разных упаковках. Я взяла маленькую упаковку, здесь 14 леденцов, и вес всей этой упаковки всего лишь 85 грамм. Заплатила я со скидкой 196 рублей. Вот так выглядят леденцы. Я такие когда-то очень давно покупала, когда только начала делать заказы на iHerb. Я честно вам скажу, я не разделяю всеобщего такого восторженного впечатления. Ну, просто обычные вкусные леденцы, ничего больше. Да, натуральный состав, да, вкусно. Ну, в общем-то, для меня это будет просто такое баловство. А также решила я приобрести вот такие леденцы. Но это уже можно сказать в какой-то степени медицинский лечебный продукт. Это леденцы со вкусом дикой вишни и меда. Здесь идет 15 таких небольших конфеток. Я открыла пакетик, чтобы вам показать. Вот такая маленькая здесь у нас идет конфетка. Это конфетки от першения и боли в горле. 15 конфеток обошлись мне в 196 рублей. Вы можете мне сказать, что, ну, неужели такая конфетка может помочь от першения и боли в горле? Да, может. У нас в аптеках тоже подобные товары продают. Но в основном их привозят из Европы. И вот за такой пакетик вы уже заплатите не 196 рублей, а рублей 300-400. Такие конфетки, такие леденцы, они помогают, если у вас запершило горло, если оно немного заболело на ранней стадии заболевания, мне симптоматику очень хорошо подобные конфетки снимают. Поэтому, в общем-то, и приобрела. Так, теперь давайте перейдем к витаминам. Очень мне нравятся витамины вот от этого производителя VitaFusion. Покупаю уже не первый раз и себе, и покупала родственникам. В общем-то, все остались довольны. Я взяла в этот раз витамин С. Здесь идут вот такие жевательные мармеладки. В упаковке 70 штук. В каждой мармеладке у нас совершенно небольшое количество витамина С. Всего лишь 282 миллиграмма. И производитель нам рекомендует принимать аж по 3 такие жевательные мармеладки в день. Но это очень много. Я в холодное время года такой, ну или подобный витамин С принимаю. Ну, принимаю или каждый день, если забываю, то несколько раз в неделю. Всего по одной такой жевательной мармеладке. Я считаю, что 282 миллиграмма витамина С в день совершенно достаточно. Для чего я пью витамин С зимой? Ну, во-первых, я честно вам скажу, я не всегда одеваюсь по погоде. То у меня ноги замерзнут, то голова. То я могу в мороз выскочить из машины, в общем-то, в легкой одежде. Да, если мне там, знаете, на минутку до подъезда добежать. Вот витамин С помогает мне не заболевать респираторными заболеваниями. Конечно, он вас не защитит от вирусов. Но все-таки вирусы это совсем другое. Но от простудных заболеваний, я считаю, он защищает. И также купила я себе от этого же... Да, витамин С сейчас вам скажу. Упаковочка из семи жевательных таблеток обошлась мне в 360 рублей со всеми скидками. Также от VitoFusion я решила приобрести мультивитаминный комплекс для женщин. Здесь тоже идут у нас вот такие красивые жевательные конфетки со вкусом натуральных ягод. Здесь 70 жевательных постилок. Заплатила я за упаковку 504 рубля. Здесь в составе и витамины, и микроэлементы, и так далее, и так далее. В общем-то, сбалансированный хороший комплекс. Производитель нам рекомендует принимать по 2 такие жевательные постилки в день. Соответственно, 70 штук хватит на 35 дней. Мне этого достаточно. Я такой профилактический курс провожу обычно весной. Витаминизируюсь. Начну, наверное, принимать где-нибудь в середине марта. Если я не принимаю подобные витаминно-минеральные комплексы, у меня весной начинают слоиться ногти, лезть в волосы. Кожа еще более сухая, чем обычно. Но когда я подобные комплексы принимаю, то, в общем-то, всех этих проблем удается избежать. Также я заказала витамин D3 уже от производителя Нау. Я заказывала точно такой же витамин D3. Здесь 120 мягких таблеток. За упаковку я заплатила 298 рублей. Здесь небольшая дозировка витамина D3. Как вы видите, всего лишь 2000 ме. Но я в свое время сдавала анализ на витамин D3. Я консультировалась с результатами этого анализа с врачом. И мне назначена именно вот такая небольшая, я бы сказала, поддерживающая дозировка. Но мне врач рекомендовала принимать в нашем климате, в московском, витамин D3 где-то с середины сентября до середины мая. Что, в общем-то, я стараюсь делать, потому что витамина D3, в общем-то, у нас в нашей полосе, в нашей широте нехватка. И последнее, что я вам покажу, это единственный такой косметический продукт, который я приобрела. Это от производителя Palmers. Очень люблю продукцию Palmers. Уже много чего покупала. В этот раз купила бальзамы для губ с кокосовым маслом. Во-первых, была очень привлекательная цена. Всего лишь 167 рублей за два бальзама для марки Palmers на iHerb. Это очень хорошая цена. Во-вторых, меня привлекло, что здесь есть SPF 15. В общем-то, считаю, что просто очень выгодная покупка. Я от Palmers покупала в том числе и бальзамы. Они мне понравились. Качеством я довольна. Эти я ставлю, наверное, на весну, на лето, потому что хотя бы небольшой SPF, но все-таки есть. Ну вот такой совершенно небольшой заказ был у меня в этот раз с сайта iHerb. Повторюсь, что ссылки на все товары я оставлю в инфобоксе. Там же я напишу цены. Но это цены, по которым я делала заказ с 15% скидкой. Также я ставлю свой промокод на небольшую скидку 5%. Рассказывайте, делаете ли вы заказ на iHerb, что вы обычно покупаете, вообще принимаете ли вы витамин или считаете, что это совершенно бесполезно. Мне всегда интересно почитать ваши комментарии. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я вам желаю удачи, крепкого здоровья. Всем пока! Спасибо.